Недаром говорят, что этих спортсменов кормят ноги. Теннисистам приходится бегать много и быстро. Поэтому игре всегда предшествует разминка. Не менее важна работа рук и корпуса. А двить мяч из одного сектора в другой мало. Нужно уметь правильно его подать. Координация, меткость, скорость и внимательность – вот что поможет выработать тактику и заработать очки. Ведь большой теннис – игра азартная. Если счет 6-6, то играется один длинный гейм, тайбрейк называется. Он счет идет обычный, там 1-0, 2-0, 3-0. Если в геймах идет 15-0, 30-0, 40. И такой вот странный счет как бы пошел из-за того, что раньше играли на фунты или на центы. Когда-то игра королей, сегодня теннис доступен каждому. Ограничений по возрасту нет. Если здоровье позволяет, танцевать с ракеткой на корте можно и в 80. Детей тренировать в школе мяча начинают с 4-5 лет. Они обучают обращаться с мячом, двигаться, кувыркаться, прыгать. Дают общую физику подготовку. Более так направленно уже тренируются с 7 лет. Это детские группы. Для детей маленьких не страшно. У них есть ракеточки намного меньше, есть мячи облегченные. Выбор ракетки – дело тонкое. Они отличаются по размеру, весу, натяжке струн, длине и толщине ручки. Держать снаряд нужно сверху, так, чтобы грань проходила между большим и указательным пальцами. Головка ракетки на уровне вашей головы, не выше. Потом ракетка идет через низ у нас. Встречаете впереди себя, давите. Вот сильнее. И делаете окончание. Отскок, пауза, удар. У профессионалов последовательность этих действий доведена до автоматизма. А вот новички далеко не всегда попадают по мячу с первого раза. Ловкость и меткость приходят с опытом. Посвободнее, не зажимайся. Еще бей. Отскок, пауза. Шикарный вид. Десятки техник принятия и подачи мяча. Столько же позиций. Стратегия игры у каждого теннисиста своя. Бить можно справа, слева и даже двумя руками. Занимаюсь третий год и хочу стать заменитым теннисистом. Я мечтаю стать спортсменкой, а когда уйду на пенсию, буду тренером. Сейчас Мария Шарапова заканчивает свою карьеру. И вот, когда я вырасту, я хочу всех выигрывать и встать на место Марии Шараповой. Эти дети только начинают свой путь в большой теннис. Впереди у них немало спортивных состязаний. Возможно, кому-то из них удастся поиграть на всех кортах мира. Одни из важнейших соревнований для теннисистов – это четыре турнира большого шлема. Каждый из них проходит на разных покрытиях. Во Франции – на грунте, в Австралии – на харде, в Англии – на траве. В Америке тоже играют на харде, но он отличается по слоям и жесткости. В России в основном распространено грунтовое покрытие. Однако это не мешает нашим спортсменам завоевывать победы на любых кортах. Татьяна Баликина, Максим Турчев. Утро Нового дня.